Когда они слышат то, что было неспослано посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами по причине истины, которую они узнают. Они говорят «Господь наш, мы уверовали, запиши же нас в число свидетелей». Отчего нам не веровать в Аллаха и ту истину, которая явилась к нам? Мы желаем, чтобы наш Господь ввел нас в рай вместе с праведными людьми. Аллах вознаградил их за то, что они сказали, райскими садами, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Таково воздаяние творящим добро. А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения, являются обитателями ада. О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас, и не приступайте к границе дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. Ешьте из того, чем Аллах наделил вас, дозволенное и благое, и бойтесь Аллаха, в которого вы веруете. Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили клятвами. В искуплении этого необходимо накормить десятерых бедняков средним или лучшим из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен поститься в течение трех дней. Таково искупление ваших клятв, если вы поклялись и нарушили клятву. Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы будете благодарны. О, те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы и гадальные стрелы являются скверной издеянией сатаны. Сторонитесь же ее. Быть может, вы преуспеете. Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите? Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и остерегайтесь. Но если вы отвернетесь, то знайте, что на нашего посланника возложена только ясная передача откровения. На тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязнены, веровали и совершали праведные деяния. Если после этого они опять были богобоязнены и веровали, если после этого они опять были богобоязнены и творили добро. Аллах любит творящих добро. О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас убьет ее преднамеренно, то воздаянием за это будет скотина, подобная той, что он убил. Вынося решение о ней, о жертвенной скотине, двое справедливых мужей из вас, и эта жертва должна достичь Каабы. Или же для искупления этого следует накормить бедняков или соблюсти равноценный пост, дабы он вкусил пагубность своего поступка. Аллах простил то, что было прежде, но если кто-нибудь вернется к этому, то Аллах отомстит ему. Аллах могущественный, способный на возмездие. Вам дозволена и морская добыча, и еда во благо вам и путникам, но вам запрещена охотничья добыча на суше, пока вы находитесь в их раме. Бойтесь Аллаха, которому вы будете собраны. Аллах сделал Каабу, заповедный дом, а также запретный месяц, жертвенных животных и животных или людей с ожерельями, опорой для людей. Это для того, чтобы вы знали, что Аллаху известно о том, что на небесах, и том, что на земле, и что Аллах ведает обо всякой вещи. Знайте, что Аллах суров в наказании, и что Аллах прощающий, милосердный. На пророка не возложено ничего, кроме передачи откровения. Аллах знает о том, что вы обнаруживаете, и о том, что вы скрываете. Скажи, скверное и благое не равны, даже если изобилие скверного понравилось тебе или удивило тебя. Бойтесь же Аллаха, обладатели разума, быть может, вы преуспеете. О те, которые уверовали, не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда не спосылается Коран. Аллах простил вам это, ибо Аллах прощающий, выдержаны. Люди до вас спрашивали о них, и по этой причине стали неверующими, или затем стали неверующими в них. Аллах не распоряжался относительно Бахиры, Саибы, Василы и Хами. Но неверующие возводят навет на Аллаха, и большая часть их не разумеет. Когда им говорят, приходите к тому, что не спасал Аллах, и к посланнику, они отвечают, нам достаточно того, на чем мы застали наших отцов. Неужели они поступят так, даже если их отцы ничего не знали и не следовали прямым путем? О те, которые уверовали! Позаботьтесь о себе! Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам о том, что вы совершали. О те, которые уверовали! Если кому-нибудь из вас явится смерть, и он оставит завещание, то его свидетельствует двое справедливых мужей из вас, или двое других не из вас, если смерть постигнет вас, когда вы странствуете по земле. Задержите их обоих после намаза. Если вы усомнитесь, то они должны поклясться Аллахом. Мы не покупаем за них мирскую выгоду, даже если он является нашим близким родственником, и не скрываем свидетельство Аллаха. В противном же случае мы принадлежим к числу грешников. Если будет обнаружено, что они оба повинны в грехе, то пусть двое других самых близких родственников из числа тех, кто имеет законные права, займут их место и поклянутся Аллахом. Наши свидетельства вернее их свидетельства, и мы не приступаем к границе дозволенного. В противном же случае мы принадлежим к числу беззаконников. Поступить так лучше для того, чтобы они принесли истинное свидетельство или устрашились того, что другие клятвы будут принесены после их клятв. Бойтесь Аллаха и слушайте. Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых. В тот день, когда Аллах соберет посланников и скажет, «Что вам ответили?» Они скажут, «Мы не обладаем знанием. Воистину, ты ведающий сокровенное». Аллах скажет, «О Иса, сын Марьям, помни о милости, которую я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя святым духом, благодаря чему ты говорил с людьми в колыбели и будучи взрослым. Я научил тебя Писанию, Мудрости, Таурату и Инджилу. По моему соизволению ты лепил изваяния птиц из глины и дул на них, и по моему соизволению они становились птицами. По моему соизволению ты исцелял слепого или лишенного зрения от рождения или обладающего слабым зрением и прокаженного. По моему соизволению ты выводил покойников живыми из могил. «Я отвратил от тебя, защитил тебя от сынов Исраила. Когда ты явился к ним с ясными знамениями, они, верующие из их числа, сказали, что это всего лишь очевидное колдовство. Я внушил апостолам, уверуйте в меня и моего посланника. Они сказали, мы уверовали, засвидетельствуй уже, что мы стали мусульманами». Вот сказали апостолы, «О Иса, сын Марьям, может ли твой Господь не спаслать нам трапезу с неба?» Он сказал, «Бойтесь Аллаха, если вы являетесь верующими». Они сказали, «Мы хотим отведать ее, чтобы наши сердца успокоились, чтобы мы узнали, что ты сказал нам правду, и чтобы мы были свидетелями о ней». Иса, сын Марьям, сказал, «О Аллах, Господь наш, не спошли нам трапезу с неба, которая была бы праздником для всех нас от первого до последнего и знамением от тебя. Надели нас уделом, ведь ты наилучший из дарующих удел». Аллах ответил, «Я не спошлю ее вам, но если кто-либо после этого не уверует, то я подвергну его таким мучениям, которым я не подвергал никого из миров». Вот сказал Аллах, «О Иса, сын Марьям, говорил ли ты людям, примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом?» Он сказал, «Пречист ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у тебя в душе. Воистину, ты ведающий сокровенные». Я не говорил им ничего, кроме того, что ты мне велел. Поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему Господу. Я был свидетелем о них, пока находился среди них. «Когда же ты упокоил меня, ты стал наблюдать за ними. Воистину, ты свидетель всякой вещи». «Если ты подвергнешь их мучениям, то ведь они твои рабы. Если же ты простишь им, то ведь ты могущественный, мудрый». Аллах сказал, «Это день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость. Им уготованы райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны им. Это великое преуспеяние». Аллаху принадлежит власть над небесами, землей и тем, что на них, и он способен на всякую вещь. Сура Аль-Анам, Скотт Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, который сотворил небеса и землю и установил мраки и свет. Но даже после этого те, которые не уверовали, приравнивают к своему Господу других. Он тот, кто сотворил вас из глины, а затем назначил срок для вашей смерти. У Него есть также назначенный срок для воскрешения, но после этого вы все еще сомневаетесь. Он Аллах на небесах и на земле. Он знает то, что вы утаиваете и совершаете открыто, и знает то, что вы приобретаете. Какое бы знамение и знамение их Господа не явилось к ним, они отворачивались от Него. Они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, но до них дойдут вести о том, над чем они насмехались. Разве они не видели, сколько поколений мы погубили до них? Мы одарили их на земле властью, которой не одарили вас, не спосылали им с неба обильные дожди и заставляли реки течь под ними. Мы погубили их за их грехи и создали после них другие поколения. Если бы мы даже не спослали тебе Писание на бумаге, и они прикоснулись бы к ней своими руками, неверующие все равно бы сказали, это очевидное колдовство. Они сказали, почему к нему не спускается ангел? Если бы мы не спослали ангела, то решение уже было бы вынесено, после чего они не получили бы отсрочки. Если бы мы даже не спослали ангела, мы все равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательство относительно того, в чем они сомневаются. До тебя посланников также подвергали осмеянию, но тех, кто насмехался над ними, окружало или постигало то, над чем они издевались. Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, которые сочли ложью истину. Скажи, кому принадлежит то, что на небесах и на земле. Скажи, Аллаху, Он предписал Себе милосердие. Он непременно соберет вас вместе в день воскресения, в котором нет сомнения. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. Ему принадлежит все, что покоится днем и ночью, и Он слышащий, знающий. Скажи, неужели я возьму своим покровителем кого-либо, кроме Аллаха, Творца небес и земли? Он кормит, а его не кормят. Скажи, мне велено быть первым из тех, кто покорился. Не будь же в числе многобожников. Скажи, я боюсь, что если я ослушаюсь моего Господа, то меня постигнут мучения в великий день. Тот, кто будет отвращен от них, мучений, в тот день, того он помиловал. Это будет очевидное преуспеяние. Если Аллах коснется тебя бедой, то никто не сможет избавить от нее, кроме него. Если же он коснется тебя благом, то ведь он способен на всякую вещь. Он одолевающий и находится над своими рабами. Он мудрый, ведающий. Скажи, чье свидетельство является самым важным? Скажи, Аллах, свидетель между мною и вами. Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет. Неужели вы действительно свидетельствуете, что наряду с Аллахом существуют другие боги? Скажи, я не свидетельствую об этом. Скажи, он является единственным богом, и я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Те, кому мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или счел ложью его знамения? Воистину, не преуспеют беззаконники. В тот день мы соберем их вместе, а затем скажем тем, кто приобщался товарищей, где сотоварищи, о существовании которых вы предполагали. Тогда у них не будет никакого оправдания, кроме слов, клянемся Аллахом, нашим Господом, мы не были многобожниками. Посмотри, как они лгут о самих себе. Но покинет их все, что они измышляли. Среди них есть такие, которые слушают тебя. Но мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не могли понять его и поразили их уши глухотой. Какое бы знамение они не увидели, они все равно не уверуют в него. И поэтому, когда они приходят к тебе, чтобы припираться с тобой, неверующие говорят, это всего лишь сказки древних народов. Они удерживают других от него, прямого пути, и сами сторонятся его. Однако они губят только самих себя, не ощущая этого. Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед огнем, они скажут, «О, если бы нас вернули обратно!» Мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы верующими. О, нет! Им открылось то, что они скрывали прежде. Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они лжицы. Они говорят, «Есть только наша мирская жизнь, и мы не будем воскрешены!» Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед их Господом! Он скажет, «Разве это не истина?» Они скажут, «Конечно!» «Повернемся нашим Господом!» Он скажет, «Вкусите же мучения за то, что вы были неверующими!» Те, которые отрицали встречу с Аллахом, уже оказались в убытке. Когда же внезапно для них настанет час, они, неся свои ножи на своих спинах, скажут, «Горе нам за то, что мы упустили там!» Как же скверно то, что они понесут!» «Мирская жизнь всего лишь игра и потеха, а последний обитель лучше для тех, кто богобоязнен!» Неужели вы не разумеете? «Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя. Беззаконники отвергают знамения Аллаха. До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их называли лжецами, и обижали, пока не явилась к ним наша помощь. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках. Если тебя тяготит их отвращение, то если ты сможешь отыскать проход в земле или лестницу на небо, то принеси им знамения. Если бы Аллах пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути, посему не будь одним из невежд. Отвечают только те, кто внимает. А мертвых Аллах воскресит, после чего они будут возвращены к Нему. Они говорят, почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Скажи, Аллах властен ниспослать знамение, но большинство их не обладает знанием. Все живые существа на земле и птицы, летающие на двух крыльях, являются подобными вам сообществами. Мы ничего не упустили в Писании, а затем они будут собраны к своему Господу. Те, которые считают ложью наши знамения, глухи и немы во мраках. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает. «Скажи, скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха, или наступит час, если только вы говорите правду? О нет! Вы будете призывать только Его. Если же Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи». «Мы уже отправляли посланников к народам до Тебя. Мы подвергали их нищете и недугам, дабы они стали смиренными. Почему же, когда их поражало наше наказание, они не становились смиренными? Их сердца ожесточались, а сатана приукрашивал для них то, что они совершали. Когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние. Беззаконники были уничтожены до основания. Хвала Аллаху, Господу миров! Скажи, скажите мне, если Аллах отнимет ваш слух и ваше зрение и запечатает ваши сердца, какое божество, кроме Аллаха, вернет вам все это? Посмотри, как мы разъясняем знамения, однако они все еще отворачиваются. Скажи, скажите мне, если наказание Аллаха поразит вас неожиданно или открыто, разве будет погублен кто-либо, кроме несправедливых людей? Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены. А тех, которые считают ложью наши знамения, коснутся мучения за то, что они были нечестивцами. Скажи, я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что не спосылается мне в откровении. Скажи, разве равны слепой и зрячий? Неужели вы не поразмыслите? Предостерегай им тех, которые страшатся того, что будут собраны перед своим Господом, тогда, когда не будет у них, помимо Него, ни покровителя, ни заступника. Быть может, они устрашатся. Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к его лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из беззаконников. Таким образом, мы искушали одних из них другими, дабы они сказали, неужели среди нас Аллах оказал милость только этим? Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен? Когда к тебе приходят те, которые уверовали в наши знамения, говори им, мир вам. Ваш Господь предписал себе быть милосердным, и если кто из вас сотворил зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь он прощающий, милосердный. Таким образом, мы разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников. Скажи, мне запрещено поклоняться тем, к кому вы взываете наряду с Аллахом. Скажи, я не стану потакать вашим желаниям, в противном случае я собьюсь с пути и не окажусь в числе следующих прямым путем. Скажи, я руководствуюсь ясным доказательством от моего Господа, а вы считаете это ложью. Я не владею тем, что вы торопите. Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину и является наилучшим из судей. Скажи, если бы я владел тем, что вы торопите, то спор между мной и вами был бы уже решен, но Аллаху лучше знать о беззаконниках. У него ключи к сокровенному и знает о них только он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ничего либо свежего или сухого, чего бы не было в Ясном Писании. Он тот, кто забирает ваши души ночью и знает, что вы делаете днем. Затем он воскрешает вас днем, чтобы исполнился назначенный срок, завершился срок вашей жизни. Затем к нему вам предстоит вернуться, и затем он поведает вам о том, что вы совершали. Он одолевающий и находится над своими рабами. Он посылает к вам хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений. Потом их возвращают к Аллаху, их истинному покровителю. Он один принимает решение, и он самый быстрый в расчете. Скажи, кто спасет вас от мраков на суше и на море, когда вы взываете к нему смиренно и тайно, говоря, если он спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны. Скажи, Аллах спасет вас от этого и от всех остальных скорбей, но вы продолжаете приобщать со товарищей. Скажи, он властен наслать на вас мучения сверху или из-под ваших ног, привести вас в замешательство, разделив на группировки и дав одним из вас вкусить жестокость других. Посмотри, как мы разъясняем знамения, чтобы они могли понять. Твой народ счел его Коран ложью, хотя он является истиной. Скажи, я не являюсь вашим попечителем и хранителем. Для каждого сообщения установлен срок, и вы узнаете об этом. Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Если же сатана заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь. Те, которые богобоязнены, не несут никакой ответственности за их расчет. Они должны лишь напоминать им, быть может, они устрашатся. Покинь тех, которые считают свою религию забавой и потехой и обольщаются мирской жизнью. Но увещевай их этим, дабы душа не обрекла себя на погибель тем, что приобрела, когда не будет у нее покровителей и заступника, кроме Аллаха, и когда от нее не будет принято, какой бы выкуп она не предложила. Они обрекли себя на погибель тем, что приобрели. Им уготовано кипящее питье и мучительные страдания за то, что они были неверующими. Скажи, разве мы станем поклоняться помимо Аллаха тому, что не приносит нам пользы и не причиняет нам вреда? Разве мы обратимся вспять после того, как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тому, кого дьяволы на земле обольстили и привели в замешательство, чьи товарищи призывают его на прямой путь? Иди к нам. Скажи, «Путь Аллаха является единственным верным путем, и нам велено покориться Господу миров. Совершайте намаз и бойтесь его, ведь к нему вы будете собраны». Он тот, кто сотворил небеса и землю воистине. В тот день он скажет, «Будь, и это сбудется». Его слово является истиной. Ему одному будут принадлежать власть в тот день, когда подуют в рог. Он знает сокровенное и явное. Он мудрый, ведающий. Вот Ибрахим сказал своему отцу Азару, «Неужели ты считаешь идолов богами? Я вижу, что ты и твой народ находитесь в очевидном заблуждении». Так мы показали Ибрахиму царство небес и земли, дабы он стал одним из убежденных. Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и сказал, «Вот мой Господь». Когда жена закатилась, он сказал, «Я не люблю тех, кто закатывается». Когда он увидел восходящую луну, то сказал, «Вот мой Господь». Когда жена закатилась, он сказал, «Если мой Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану одним из заблудших людей». Когда он увидел восходящее солнце, то сказал, «Вот мой Господь, оно больше других». Когда жена зашла, он сказал, «О мой народ, я не причастен к тому, что вы приобщаетесь со товарищей. Я искренне обратил свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю, и я не принадлежу к многобожникам». Его народ стал припираться с ним, и тогда он сказал, «Неужели вы станете припираться со мной относительно Аллаха, в то время как он наставил меня на прямой путь? И я не боюсь тех, кого вы приобщаете в сотоварищи к нему, если только мой Господь не пожелает чего-либо. Мой Господь объемлет знанием всякую вещь. Неужели вы не помянете назидание? Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не боитесь приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком он мне не спослал вам никакого доказательства? Какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, если вы только знаете? Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем. Таковы наши доводы, которые мы предоставили Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. Воистину, твой Господь мудрый, знающий. Мы даровали ему Исхака и Якуба. Мы повели их обоих прямым путем. Еще раньше мы повели прямым путем Нуха, а из его потомства Давуда, Сулеймана, Аюба, Юсуфа, Мусу и Харуна. Таким образом мы воздаем творящим добро. А также Закарию, Яхию, Ису и Ильяса. Все они были из числа праведников. А также Исмаила, Алияса, Юнуса и Лута. Всех их мы превознесли над мирами. А также некоторых из их отцов, потомков и братьев. Мы избрали их и повели их прямым путем. Таково руководство Аллаха, посредством которого он ведет прямым путем тех, из своих рабов, кого пожелает. Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало быть тщетным все, что они совершали. Это те, кому мы даровали Писание, мудрость и пророчество. И даже если они не уверуют в это, мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими. Это те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем. Скажи, Я не прошу у вас вознаграждения за него. Это не что иное, как напоминание для миров. Они не оценили Аллаха должным образом, когда сказали, Аллах ничего не ниспослал человеку. Скажи, кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса, и которое вы превратили в отдельные листы, показывая некоторые из них и скрывая многие другие? А ведь вас обучили тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы. Скажи, Аллах, Затем остав их забавляться собственным празднословием. Это Писание, которое мы ниспослали, является благословенным и подтверждает то, что было до Него, дабы ты увещевал мать городов, жителей Мекки, и тех, кто живет вокруг нее, те, которые веруют в последнюю жизнь, веруют в Него, Коран, и бережливо относятся к своим намазам. Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или говорит, «Мне дано откровение», хотя никакого откровения ему не дано, или говорит, «Я не спошлю подобное тому, что не спослал Аллах». «Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии и ангелы простирают к ним свои руки, отдайте свои души. Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями. Вы явились к нам одинокими, какими мы сотворили вас первый раз, и оставили позади себя то, чем мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали. Аллах раскрывает зерно и косточку. Он извлекает живое из мертвого и извлекает мертвое из живого. Таков Аллах. До чего же вы отвращены от истины? Он раскрывает утреннюю зарю. Он предназначил ночь для покоя, а солнце и луну для исчисления. Таково установление могущественного, знающего. Он тот, кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря. Мы уже разъяснили знамения для людей, знающих. Он тот, кто сотворил вас из одной души, для вас есть место пребывания на земле или в утробах матерей и место хранения в могилах или поясницах отцов. Мы уже разъяснили знамения для людей, понимающих. Он тот, кто не спаслал с неба воду. Посредством нее мы взрастили растения всех видов. Мы выводим из них зеленые травы, а из них расположены одно над другом зерна. На пальмах из завязи вырастает свисающая низкая гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходство и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Воистину, в этом знамение для людей верующих. Они приобщили к Аллаху сотоварищи джиннов, а ведь Он создал их. Они выдумали для Него сыновей и дочерей, не имея об этом никакого знания. Причист Он и превыше всего, что они приписывают Ему. Он первосоздатель небес и земли. Как может быть у Него сын, если у Него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем. Таков Аллах, Ваш Господь. Нет божества, кроме Него, Творца всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему. Он является попечителем и хранителем всякой вещи. Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры. Он проницательный или добрый, сведущий. Скажи, к Вам уже явились наглядные знамения от Вашего Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слеп, тот навредил себе. Я не являюсь Вашим хранителем. Вот так мы излагаем различным образом аяты, чтобы они сказали, «Ты обучился этому», и чтобы мы разъяснили его людям знающим. «Следуй тому, что дано Тебе в откровение Твоего Господа. Нет божества, кроме Него, и отвернись от многобожников». «Если бы Аллах пожелал, то они не приобщали бы сотоварищей. Мы не назначили Тебя их хранителем, и Ты не являешься их попечителем». «Не оскорбляйте тех, кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из вражды и поневежеству». «Таким образом мы приукрасили для каждого народа их деяния». Потом им предстоит вернуться к Своему Господу, и Он поведает им о том, что они совершали. Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что если к ним явится знамение, они непременно уверуют в Него. «Скажи, знамение находится у Аллаха, и откуда вам знать, что они не уверуют, если даже оно придет к ним? Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в Него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии».